Ну что, вы находитесь в моей квартире, студии, все можно назвать по-разному, там есть и верхний этаж студийный. И я хочу вам показать, ну, скажем, условно, 10 предметов, которые мне дорогие, которые являются для меня важными в этом доме, назовем их любимыми. Вот такая вещь, а это вешалка для легких вещей, для шляпы, шарфик, конечно, не для тяжелой шубы. Так как это Франция, там, в общем, сравнительно тепло, особенно на юге, то это могло служить таким вот вешалкой. Было удивление, когда мне сказали, что вот эти дырки были, не было зонтов в то время, вот тебя обманули в 17 веке. Я позвонил, говорит, не зонты, а трости были. Я успокоился, вот я собрал какую-то часть тростей, но звезды Голливуда, которые приходят, восхищаются этим мужчиной, в основном Эрик Роберсон, Сигал, там, еще какие-то вот, они, я им дарю, в общем. Вот, я вообще мечтал в детстве, живя, родившись в бараке, который по инструменту для рабочих автозаводов, мечтал, как бы, о замке. Это были в 60-е годы. Мы находимся в спальне. Я здесь спал тоже пару раз. Примечательно не то, что это кровать, там, 18 века, а в том, что на ней спало много известных людей, которые приезжали ко мне в гости. Я здесь, я не знаю, кто спал в средние века на ней, но вот при мне Софи Лорен, Кински, Руд Керхауэ. Очень много разных-разных звезд, которые приезжали в гости позировать и останавливались не в гостинице, а у меня. Вначале в гостинице, когда я показывал квартиру, они сказали, что хотим здесь. Вот. И иногда было даже трудно, трудно уговорить их уже поехать домой. Такой человек, не знаю почему, но он стоит у меня прямо унитазом. Это 16 век, какой-то человек, но такое чувство, что он сидит как раз на унитазе и думает о чем-то. Я его здесь и повесил. И вот рыцарь, мальчик. Это 17 век, вот он как бы дополняет и показывает, что в библиотеке надо думать о великом, и защита должна быть не через силу войны, а через силу дипломатии, мозга. Ну вот она как бы напоминание. Ну что примечательное, конечно, это вот еще стол. Стол Наполеона. Стол Наполеона. Она является частью интерьера этой комнаты. Вот. Здесь он держал карты Наполеон. Вот. У нас тоже здесь какие-то карты мы держим. Вот карта Москвы. Наполеон использовал военную карту. Вот. У нас простая карта, просто Москвы. Ну вот, это очень важный атрибут этой комнаты. Что ценно еще? Это открывается с двух сторон. Вот эти шахматы. Мне подарил их Вилли Токарев. Вот. Он нуждался в операции. Ему было уже почти 80. И ему никто не давал займы. Он попросил. Это была большая сумма. 40 тысяч. Я ему дал 35. У меня тогда было. Я ему дал 35 тысяч евро. Вот. Он вернул все через несколько месяцев. Но в знак благодарности он подарил мне подарил вот эти шахматы. Их ему подарили. Человек сидел в тюрьме 15 лет. И 15 лет делал эти шахматы. Они в одном экземпляре. Я их состарил. Получились такие уникальные шахматы. Здесь у нас что? Кухня. Полы 14 века. Вот. На стенах взятая из церкви плитка из церкви 16 века во Франции. Часто люди покупают церковь старую или замок за небольшие деньги. Там 5 тысяч, может даже, тысячу евро. А потом разбирают его постепенно и продают, как вот эти полы из замка, как эта плитка на стене из церкви какой-то в 1611 год. Здесь из двух шкафов 18 века сложили два. Вот из двух шкафов сложили вот холодильник. Вот такой есть Кононов Володя. Вот. Подарил мне вот такую картину. Она 17 века. На дереве. Вот. Это папа римский, аль кардинал, старый дряблый. А монах молодой художник его рисует молодым, задористым. Начешет голову, чтобы как-то тот голову хотя бы поднял. А молодеть он его сможет. И морщину убрать. Ну, как хотя бы ракурс сделать правильный. Вот это герб племянника Франциска I. Франциск I очень много помогал искусствам, и в том числе Леонардо да Винч. Именно он купил Джоконду, и он последние годы приглашал пожить Леонардо у него. Вот. Вот у дворцы. Может быть, он приезжал к племяннику Леонардо, стоял у кого-то портала. Это как бы спальня Марии Антуанетты. А Мария Антуанетты, когда была маленькой, жила в Австрии в 1700 каких-то 40-х, 50-х годов. Вот это из ее дворца, замка, там, не знаю, дома, где она жила, я купила на аукционе. Это вся мебель с ее комнаты. Вот это ценная вещь тем, что я нашел на развале во Франции. Она из пластмассы какой-то сделана. Это Мерлин Монро. От нее осталось кусочек платья оторванного, волос, кусок прячь, зубы, которые вставляли сзади через какую-то дырку. Я ее с усальным золотом и вот расписал. Вот. И стало в единственном экземпляре, есть такая лампа. Академия Академия Академия